Бывают люди, ахиратские люди бывают, рабы Аллаха, а бывают мирские люди. Признаком мирского человека, хоть он много поклоняется, ему срочно что-то нужно бывает. Он не умеет дожидаться. Он хочет все, чтобы быстро он получил. У такого человека обычно дружба бывает, корыстная какая-то дружба бывает. Он хочет от друга что-то получить быстро. Он не ждет пока Всевышний Аллах за его братство вознаградит его в ахирате. Он хочет от своих детей, он хочет чего-то. Вот его цель, чтобы использовать своего ребенка в своих целях. У него нет такой цели, чтобы из него сделать праведного мусульманина, раба Всевышнего Аллаха, человека полезного для общества. Он хочет из своего ребенка сделать именно свой проект. Вот я хочу, чтобы мой сын был спортсменом, пусть он таким будет, для себя использует этот человек. А раба Всевышнего Аллаха, он как раб Аллаха, понимая, что риск идет только от Аллаха, результат за Аллахом, мое дело просто быть полезным человеком, где бы я ни находился. Если я в семье, я буду воспитывать их, как Аллах от меня этого требует. Если я в обществе нахожусь, я буду выполнять обязанности по отношению к ним. То есть везде этот человек просто ведет себя как раб Всевышнего Аллаха. А если Аллах захочет, Аллах вознаградит его на этой же земле, как вознаградит, даст из этого ребенка сделает успешного человека. И так, и так он будет радоваться. Вот разница. Вот видите, Пророк, салилу алейкум, заключил мирный договор на 10 лет. И условия какие были, невыгодные для мусульман. Он был готов ждать. Однако, когда он выполнил то, что от него требовалось, Всевышний Аллах от себя, как ризы, за его покорность, за его рабство, за его иатикады на Всевышнего Аллаха, Аллах ему сразу все это дал. А бывает человек, он все время спешит, он хочет все получить, получить, так он и не получает.